в целом я собой очень горжусь потому что время сейчас 7 утра я как будто бы нарушила свой график тренировок немножко буду от ветра прикрывать наушник микрофон чтобы не было помех звуковых и с одной стороны я как будто бы нарушаю данное себе обещание по тренировкам что я вышла не 6 как я это делала до а сегодня я вышла в 7 потому что проснулась 6 мы вчера прилетели из монтенегро это дорога это перелет эта смена климата как бы там ни было потому что там чувствовалось давление на голову кроме того что там жара здесь тоже жара и даже я смотрю всегда сверяюсь температурой у себя в новороссийске и там ровно такая же температура поэтому меня этим не удивить и говорится шила на мыло принцип тот же температурный режим тот же но все-таки черногория эта страна горная и там я сейчас ощутила что это имело свое влияние я прикрываю немножко наушник я надеюсь меня нормально слышно без ветра напишите как слышно где ребята сейчас на эфир зашел так вот у меня сегодня было вообще желание идти на тренировку потому что я устала я чувствую мне как-то голова побаливает и я смотрю погодка такая пасмурная и я давно уже не чувствовала метеозависимость а тут думаю или эта погода влияет какое-то давление вот в голове некомфортно найти когда тряхнешь вот такое состояние именно отёка внутричерепного и не пойду никуда я хочу лежать я хочу спать не пойду и в шесть часов я думала что я не пойду плевать вот на данную себе обещание доброе утро слышно хорошо все лилия спасибо большое я полежала я полежала я вам для чего это рассказываю чтобы вы понимали что с любовью к себе вот все таки если вы чувствуете что вам хреново что вы вот ну вот вот вообще дрова и не очень себя чувствуете не надо себя носила но я лично к себе вот так сейчас в конце концов потому что я знаю что если я сейчас ставлю себя в шесть часов пойти вот это вот подняли не разбудили и буду ходить и целый день уйдет на смарку поэтому вот я сейчас я я много уже опытов прошла я и так делала и так я и заставляла себя и ходила и потом я я знаю что будет именно вот так вы ж тоже уже взрослые девочки и какие какой-то опыт жизненный у вас есть правда поэтому вот у меня сейчас вот такое состояние можно конечно себе сказать давай соберись тряпка и иди делай вот все равно иди в шесть часов вот как вот на мясо можно и так можно но я выбираю сейчас немножко по-другому и одну окей вот этот день будет мне на восстановление с любовью к себе я восстановлюсь думала я в шесть утра и там завтра пойду я полежала посмотрела в телефоне чуть-чуть и ответила на вопросы я же открываю телефон внешне работа сразу начинается где-то кому-то что-то уже ответила уже такая проснулась пободрее и смотрю значит на этот мир уже глазки такие проснулись я думаю хочу я уже могу пойти как там погодка выглядываю в окошечко а там хорошо пасмурненько сегодня солнце не жарит самого утра и все я такая чоп-чоп и пошла оделась спортивную формочку шортики футболочку очки напялила кремушек нанесла быстренько личико сполоснула крем нанесла выхожу думаю какая красота как прохладно как хорошо иду и такая радуюсь собой и пошла совершенно другим маршрутом вот это еще один лайфхак для тех кто хочет свой мозг свои когнитивные функции развивать я уже вот сегодня будет третий день у себя в чате по здоровью и красоте в ватсапе для своей первой линии я сегодня я даю три дня информацию о болезни альцгеймера о сохранении когнитивных функций мозга я же невролог нейрофизиолог и эта тема которая мне не только потом обучению в мединституте дана а еще и видела собачку красивый полиплассе сейчас покажу вам такая лаечка хорошенькая молоденькая хасочка рыженькая и болезнь альцгеймера и учитывая что мы люди взрослые мы взрослеем и плюс кто еще сам не взрослый у вас есть родственники у вас есть родители и и я имея и личный опыт по тому что мама у меня очень тяжело уходила и это было и нарушение именно вот тех самых когнитивных функций я знаю это из практики как это тяжело тем кто рядом вот этот уход это уход за телом уход за функциями видеть близкого человека у которого но крыша в пути далеко и безвозвратно это очевидно и еще такой момент когда мы с мамой съехались немножко истории такой вот чтобы вы понимали что это это может случиться в жизни у каждого родители стареют и мы вместе с ними мы съехали с мамой когда папа ушел а она уже после множественных повторных инсультов немножко уже не в себе и все что угодно может случиться в любой момент а жили достаточно далеко друг от друга и к ней приходилось ездить там километров на 20 суммарно по городу и плюс еще до вот аэропорта в благовещенске и мы съехались и через некоторое время инсульты прогрессировали и мама слегла сначала ничего потом начались психические изменения плюс функциональные там тело нарушение работы и изменение психики это даже тяжелее чем изменение физическое можно за человеком убрать памперсы поменять помыть и крем ей наносила продолжала до последнего на лицо я знала как она это любила и это было важно она оставалась женщина и вот до последнего помогла себя обслуживать а вот о чем я хотел сказать что у меня был такой вот я как будто бы предчувствовала что вот так будет и я молила о том чтобы мама была на своих ногах и при памяти я прям вот это твердила и как будто бы вселенная вот этот завышенный потенциал этого моего желания хотя ничего не предвещала говорится я такая думаю господи хоть бы мама вот при памяти на своих ногах и уходила потому что все уйдут и я это понимала но хотелось вот так и случилось ровно наоборот без памяти и не на своих ногах вот ровно наоборот сто процентов поэтому не молите усердно о чем бы то ни было вот у Зеланда кто изучал его учение о в общем завышенный потенциал когда мы слишком много даем энергии во что-то вот обратите тоже на это внимание это о чем бы то ни было это не только о здоровье не только там о своих близких а еще и ну вообще о любом желании когда мы слишком много ой я прям вот страстно хочу с одной стороны важно и хотеть и двигаться к своей цели с другой стороны не перекачивать туда фокус своего внимания как у меня вот один из вариантов о том что вот так сложилось вот поэтому из сегодняшней трансляции вывод какой что первое продолжать выполнять свои намерения но с любовью к себе не насиловать себя свой организм ваше тело вам этого не простит если вы себя вот у меня лично так потому что как я вам сказала что если бы я пошла в 6 утра себя подняла у меня день был бы на смарку я бы не долежала не до выспала не дала бы себе отдохнуть после вчерашней там дальней дороги перелета жары нагрузки физически эмоционально и прочее очень активно здесь тоже развита доставка ваторолли реки ездят доставка продуктов пищи и с любовью к себе но стараться выполнять свое обещание возможно с какими-то немножко смягченными условиями но продолжать к нему двигаться как говорят если вы не можете идти к своей цели лягте и ползите к ней вот я сегодня поползла и получаю сейчас огромное удовольствие и второй момент это сохранение своих когнитивных функций мыслительных функций идти другими путями вот я пошла сегодня другим путем начала вам об этом говорить и сейчас дам вам третий лайфхак идти другими путями чтобы мозг ваш развивался чтобы он постоянно получал новое ходите в путешествия в маленькие дальние вот насколько это возможно насколько позволяет ваш кошелек время возможности пусть это будут короткие выделите время выходные пойти куда-то не хужеными тропами я сегодня пошла в ту часть города куда я не ходила еще я прикрываю друзья кто не знаю я начала эфир немножечко ветерок чтобы не фонило вам микрофон я вообще не планировала выходить в эфир я думаю я пойду я включила аффирмации иду слушаю наполняюсь и видимо наполнилась и готова была выйти в эфир потому что не могла не выйти и идя вот этими нехоженными тропами я увидела местечко где есть лавочки Белград город без лавочек здесь вы не увидите лавочки у подъездов как у нас чтобы старушки там сидели и вас сплетничали здесь вот я поняла почему они не ставят лавочки вообще там не вдоль тротуаров только вот парки если есть где-то то там только можно посидеть на лавочках а так лавочек нет вы идете садитесь в кафе и в кафе что-то себе заказывайте экономику страна поддерживает понимаете отсутствием лавочек очень глубокий экономический смысл скажите как слышно ребят не дует ли ветер чтобы умели держать или не держать руку рука устает итак второй лайфхак это ходить нехоженными тропами насколько это возможно познавать новое даже начать там чистить зубы левой рукой я когда-то я не понимала этого упражнения я же много лет в развитии и вот такое упражнение от коучей идти другими дорогами там до дома добираться с работы делать что-то там другой рукой начинать свои привычные действия по-другому и так далее это очень рекомендуется это как раз развитие когнитивных функций я сейчас вот например снова взялась за изучение английского потому что это необходимо в этой стране сербский понемножечку изучается он достаточно сложный английский здесь во многих местах вхож и можно изъясняться на английском и мне уже тех моих знаний и навыков не хватает слышно хорошо даже когда не держишь тебе рукой спасибо лилечка дорогая вот ты меня сегодня прям спасаешь и это еще одна из функций которая мне пригождается я изучала английский потом я думаю а на хрена мне английский я когда закрыли границы вот корона все дела я думаю на хрена я буду тратить столько времени в это когда мне его применить негде а неприменяемые функции они атрофируются и когда ты просто учишь английский и тебе он ни к чему потому что я уже проходила тоже такой этап когда я самостоятельно начала изучать очень так была ситуация в жизни когда он бы мне пригодился а у меня его знания не было и я приехала тогда из Питера я помню где мы общались с иностранцами и с русскими уехавшими за границу по неврологии и нейрофизиологии и я поняла что мне нужно английский потому что такие встречи повторятся я начала но потом не имея прикладного английского я понимаю что ой я и это забыла уже это забыла и чё толку но однако потом когда я начала ездить по заграницам я поняла как мне это круто пригодилось и мозг такой знаете когнитивные функции включаются и он вспоминал когда это было нужно когда я поехала в Гонконг ну так очень спонтанно и я подумала ну это же Китай и я думала что это такие же китайцы как у нас в Благовещенске которые нормально так знают русский и меня поймут они фигашечки и там one ticket to one way вспомнить вот это вот это надо было приложить усилия мозга но слава Богу и я когда приехала в Китай в Гонконг я была одна без никого и там только английский или китайский и как-то я там справилась и ездила и на экскурсии и ходила и покупала и прочее поэтому я поняла ценность вот этих знаний и сейчас мне вот то что я тогда изучала оно мне круто пригодилось потом еще у меня были заходы на изучение английского это я все про когнитивные функции и сейчас мне тоже о по пригождается где-то вот сейчас мы в отель там заселялись в Черногории там тоже девочки на английском я такая подождите помедленнее я записываю но я что-то не могу сказать например на английском но я хотя бы понимаю что они мне говорят куда мне пойти в ресторан там поутру где мой номер где ключ где какое вот это вот все хотя бы базовый функционал я понимала когда там уже например мы садимся в такси и здесь вот в Белграде и нам таксист начинает на таком рэп в языке говорить стоп токинг как бы don't understand когда вот это на беглом английском таксист ну правда это был мерседес и там такой таксист был знаете ли ну подрабатывает видимо в свободное от работы где-нибудь в офисе время бегло и английский ну просто шикарно уже не понимаю поэтому я снова взялась за английский я понимаю что это тоже в мои 60 это прокачивание когнитивных функций если вам что-то нужно ну возьмитесь изучать что-то новое даже если вы будете изучать новое там в шитье в вязании в каких-то вот в вещах которые вас увлекают это тоже будет большим плюсом это был второй лайфхак про когнитивное и третий это прослушать свою интуицию я сейчас начала такое очень крутое обучение на 8 недель на полтора месяца где будет прокачиваться интуиция и определенные задания вот сегодня я перед выходом сейчас вот в 7 утра я это задание прослушала я поняла о чем оно и я с интуицией начала дружить уже относительно давно и это очень крутой навык и я знаю как это блин это так спасает в жизни это просто когда мы проводим такую аналитику с ксении того что почему мы туда поехали не поехали почему поехали в этот день почему мы говорим не едем сегодня понимаете мы вот сейчас в Черногории мы собрались просто вот сегодня ведь вечером мы не думали о том что мы поедем а чего бы нам не поехать завтра и мы на следующее утро едем и мы понимаем теперь вот спустя пять дней в Черногории мы понимаем почему мы там оказались в это время и почему мы в тот день например 25 Ребятова, да, вот так вот эта интуиция, она вот так вот нам сигнализирует, давайте шпарьте в Черногорию, потому что вас там ждет то-то и то-то. Мы еще не знаем об этом, но душа знает. Душа – это вот как раз та интуиция. Интуиция – это наши отклики тела. Не знаю, почему, но мне туда надо. Знакомо вам, ребят, такое вот состояние, когда вы идете, думаете, нет, блин, надо пойти вот сюда. Кому знакомо, поставьте плюсики. Кто всегда работает от головы и интуицию свою сейчас пока не слышит, вы не знали, что это важно просто, поставьте минусики. Кто будет записи смотреть, тоже ставьте. Можете написать «интуиция плюс» или «интуиция минус». И вот прямо сейчас, вот перед тем, как я села на вот эту вот приятную лавочку, лавочек здесь мало, я увидела лавочки, думаю, о, лавочки, они еще такие красивенькие, знаете, резные, фигуристые. И есть лавочки, так, сейчас вам покажу. Вот там, вот там, вот там лавочки и вот эта одна лавочка. Я ее увидела первую. Она стоит одна под большой раскинистой, это лиственница, по-моему. Я же тоже знаток деревьев, лиственница. И здесь такой уголок. Я не вижу ваших плюсиков, я не вижу ваших рук, ребята, поставьте плюсики. И я сначала говорю, о, лавочка, еще и под елью. Ель вот так над ней нависает. Это, во-первых, красиво. Ну, во-первых, это красиво. Если не забуду, расскажу вам этот анекдот сейчас, после того, как закончу эту мысль. Да, плюсики пошли, да, знакомое это чувство интуиции. Можете напомнить мне потом, рассказать вам анекдот. Во-первых, это красиво, который. Он такой смачный. И я смотрю, о, лавочка. Я хочу на нее. А я шла по другой стороне дороги. Такая, думаю, перейти. Но нет, мне же надо идти. У меня же маршрут. А я такая, хочу на лавочку. Вот просто присяду. И рефлекторно, автоматически прохожу чуть дальше и вижу. О, а тут вообще такая немножечко парк. Вот это вот. Сейчас попробую, переключается. Сейчас, ну-ка. Вот. И здесь вот эта вот парковая зона, какая-то вот беседка там, лавочки. И вот эти еще лавочки. О, и вот эти лавочки. Может быть туда? Думаю я. Но, потом такая, а куда тебе хочется вот так вот себе, знаете, почекать? А тебе куда хочется? А мне хочется вот на ту, уединенную, вот в этой лиственнице. Хочу туда. Пойду и сяду туда. Послушала себя. Я не знаю, для чего это. Почему именно так? Но я просто слушаю себя. Все. И мне здесь комфортно, уютно. И я с удовольствием смотрю. И вот, как вы сейчас видели, да, передо мной вот эта парковая зона. Мне приятно на нее смотреть. Если бы я села туда, у меня был бы другой обзор. У меня было бы другое восприятие этого мира. У меня не было бы видно этих голубей, которые тоже там снуют. Они, когда я присела, они такие сразу тоже ко мне подлетели. Видимо, они привыкли, что здесь их кормят и так далее. То есть здесь меняется вообще ваша реальность. Может очень сильно круто измениться. Вообще хочу сказать, что, конечно, Белград очень зеленый город. Это прям так радует. Особенно сейчас вот мы в Будве побывали, в Черногории. Я в Будве была где-то лет 10 назад. И она была вся такая низкорослая. Там не было высотных отелей на берегу и прочее. Сейчас очень сильно изменилось. И там зелени довольно мало. Только там пальмы, зелень, насажденная вдоль побережья, вдоль вот этой вот линии моря. А так в городе немного зелени. А здесь просто вот я кайфую от этого. Я жила в городах и Благовещенск, и Новороссийск. Довольно зеленые города. И мне прям Белград тоже очень хорошо заходит. И Биробиджан, вот с которого я родом, практически родом. Это все моя земля дальневосточная, которой я в последние дни, особенно после работы недавно с психологом, я еще больше прониклась ей такой благодарностью, таким теплом и пониманием того ресурса, который я там получила. И тем людям, с которыми я там столько лет прожила. Основную часть я прожила на Дальнем Востоке. 8 лет вот в Новороссийске. И сейчас вот мы 3 месяца в Белграде. И наслаждение вот этим всем. И это тоже новый опыт. Это тоже когнитивные функции. И если у вас есть посыл, если ваша душа, и это уже по третьему пункту нашего сегодняшнего эфира, по интуиции, если ваша душа, как меня, она много лет, последние годы она меня, я хочу пожить за границей, я хочу пожить за границей. Я сначала думала про Париж, там про Францию, но это было состояние такого заряда некоего, такого какого-то драматичного, травматичного. И когда я проработала это с психологом, в Ретроград сходила, там разные у меня практики были, у меня Франция просто отпала. Но состояние, желание изнутри пожить где-то за границей, вот это же не у всех есть, понимаете. Вот не всех же тянет. Кто-то сидит, где родился, там и пригодился, им кайфово там. Отлично. Не всем надо вообще, и не всем надо путешествовать. Потому что некоторые, ой, я люблю путешествовать, и я вот, я же просто меня вот только пусти. А кому-то, вот даже Ксенин муж, он да, он поедет, но он очень спокоен к путешествиям. И я когда, я думала, что ну все любят путешествовать. Нет, ребята. И вы когда видите, или вы, например, у вас муж, или вы, например, мужчина, и ваша жена, вы любите путешествовать, а она нет, или он нет. Спокойно к этому. Не всем это надо. И мне говорят, я не понимаю, как это можно вот не хотеть там поехать куда-то путешествовать. Нет. И это вам четвертый, на финалочку лайфхак с принятием и пониманием состояния других людей. Ну, им не надо. И когда вот Ксения с Алексеем поженились, это они, ну, конец августа, у них скоро 6 лет. Ксения вчера купила в Дьюти Фри бутылочку вина Дон Переньон за 23 тысячи денег. Я говорю, я такого еще не пила, за такую цену. Но я мечтала об этом. Когда-то я услышала лет 7 назад о том, что там девчата пошли в кафе и купили шампанское там за 25 тысяч себе купилочку. Я говорю, что? Ну, я такая, а я тоже так хочу. И меня это двигает. Я себе еще такое не заказывала. А Ксения вчера на годовщину свадьбы Алексей когда-то обмолвился, что он хотел попробовать такое вино, Дон Переньон. И она купила в коробке красивая, там бутылка такая. Представляете, как это вот так вот отметить? Так вот, и неспроста Ксения вот с такой благодарностью для мужа покупает такое вино. Потому что вот это взаимопонимание и уважение чаяний супруга, насколько оно важно. Когда они поженились, вот в августе поженились, а в январе, по-моему, после Нового года что-то такое, Ксения говорит, тут вот есть горящие путевки в Турцию. Там такое, причем по, опять же, это про интуицию, про третий пункт нашего эфира сегодняшнего. Мы купили путевки в итоге без точки назначения, на удачу. Какой-то такой был доступ на удачу. И мы эти путевки купили. И поехали вообще без понимания того, в какой отель мы едем. И это был отель просто, просто. Это был самый лучший мой отель за все разы, которые я бывала в Турции. Так вот, Ксения говорит, Алексей, поедем в Турцию, в путешествие. Он говорит, да я что-то как-то не особо. Езжай с мамой. Понимаете, ему путешествие до фонаря. Вот на тот самый момент. И это про чувствование себя, уважение себя, своих чаяний и желаний. Это тоже вам уже пятый лайфхак сейчас за эфир. Слушать себя. И даже если вас кто-то куда-то зовет, или мне Ксения говорит, я хочу сейчас пойти там вечером туда-то. Ты пойдешь? Я говорю, сейчас подумаю, сейчас послушаю. И если у меня уже вот так, что-то нет. Ну окей, все, пошла сама. Либо я такая, раз себя слушаю. Ну да, было бы неплохо. Пойдем. И все, и идем. И там что-то складывается хорошее. Это тоже про интуицию. Вот это все вместе работает. И уважение друг к другу. Вот. Вот такие вам сегодня, друзья, лайфхаки на утренней тренировке. Очень много из этого можно взять полезного для тех, кто умеет для себя. Я постаралась вам сегодня еще разложить по пунктам эти лайфхаки. Поэтому берите, пользуйтесь и можете написать. Сейчас, кстати, вот на эфире кто есть. Можете написать, что вам из сегодняшнего откликается, что вы, может быть, уже используете для себя. Дайте сейчас обратную связь. А я вам еще включу вот этот приятный вид. И пару слов скажу о Белграде, о Сербии. Вот вы видели, да, с собачкой идет человек. До этого я вам собачку показывала. Вот тут вот покажу сейчас тоже собачки и собачники. Здесь собак просто прям фетиш по собакам. Вон еще один там они, один другого пересекают. Еще с другой собачкой. Разные абсолютно породы. Эльмира пишет. Огромно благодарны за прекрасный эфир. Что берете, ребят? Вот смотрите. Есть еще вот такой вам завершающий лайфхак. Когда пишет, Юлиана, вы меня так мотивируете. Так вот спасибо вам, огромная благодарность. Несомненно, да, я принимаю все благодарности ваши искренние. Однако, можно уйти после этого эфира и продолжать жить, как вы и жили. Но, вот сейчас мы почти 30 минут с вами на эфире. И можно пойти, и вот эти 30 минут, они просто... О, было приятно. Спасибо, Юлиана. Чао. А можно сказать себе, о, я беру себе вот это, вот это, вот это и вот это. Это то, чему мы учим свою команду. Кто в моей команде, кстати, вот сейчас на эфире, кто из моей команды. Или кто хочет мою команду. Кто хочет получать дополнительные, но не помея бизнес, инструментов, еще и вот такие различные знания, помогающие развиваться. И получаете гораздо больше. Можете написать мне в личку, что Юлиана, хочу в команду. Потому что ко мне многие приходят именно потому, что им отзывается вот моя дополнительность вот эта. Не только бизнес-экспертность, а дополнительные человеческие качества. Что берете, да, и сразу люди начали выходить с эфира, потому что для себя даже... Это седьмой уже лайфхак, да, за эфир. Брать для себя, отмечать для себя, что я с этого беру. Для чего я 30 минут своей жизни вложила вот в это, по сути, обучение сейчас от Юлианы. Что я отсюда, блин, беру? Или я иду с такой же пустой башкой? Я буду специально использовать такие отрезвляющие. И даже анекдот вам не расскажу. Потому что вы не написали про это. Что я беру? Или иду просто опять, блядь, мыть посуду, там, стирать, работать на автомате, на работе. И ничего в вашей жизни не меняется. Ничего. Никакие деньги к вам не приходят, потому что вы ничего не берете. У меня аж наушники в голове, и я такая, постучи по дереву. Так хорошо слышно внутри, когда у тебя наушники. Слышать себя, развиваться, а также чувствовать интуицию. Вот, спасибо, Лилия. Лилия Подгородова. Вот, человек для себя взял. А пунктов было семь. Ну, как минимум, три. И если вы берете с эфира, с какого-либо обучения, а мои эфиры, они все с обучением, они все с пользой. И кто-то, да, вот все, выходят с эфиров. Иди нахер, Юлиана, тут будешь нам лекции читать, и нас еще там в чем-то упрекать, что мы тут что-то не берем. Да, да. Потому что потом не говорите, что я хожу на обучение, а ничего в жизни не меняется. А потому что, потому что взять не можете. Берите, берите. Кому надо, вот скажите, а все-таки, о чем там говорила Юлиана? Дай-ка я, блин, переслушаю. Понимаете? Идете и переслушиваете, и записываете. Вот это будет просто вам во благо. Вот я вам этого от души желаю. Поэтому любовь к себе, она вот в этом, что вы тратите свое время, не зря. Вы берете из любого обучения, из любого эфира, из этого дня, в конце концов. Что вы берете из прожитого дня себе в конце? Напишите, за что вы себе благодарны. Была у вас такая практика, я вам давала ее тоже как-то. Пять благодарностей себе, миру в конце каждого дня. И это вас разобьет, ну, просто невероятно. Но это делают единицы. Поэтому результаты есть у единиц. Вот у Лилии Подгородовой, которая написала три пункта из сегодняшнего эфира, у нее будут результаты. Потому что она не только послушала эфир, а еще и написала здесь в ответах, и это отложится у нее в голове. Конечно, будут результаты. Правда, Лилия? Остальным всем желаю принимать, получать, использовать, действовать. И вот тогда говорить себе, я умница, я молодец, я взяла. И у меня будут результаты. Поздравляю себя. Обнимаю вас, дорогие, с большой любовью к вам, чтобы вы понимали.